Мы напомним тем, кто только что к нам присоединился, что с нами на связи Владимир Осечкин, российский правозащитник, руководитель правозащитного проекта «ГУЛАГУ.НЕТ». Владимир, попросим вас прокомментировать этот сюжет, который мы вместе с вами посмотрели. С чем связана вот такая жестокость военных начальников российской армии? Вообще, мы проблемой вот этого насилия и произвола в правоохранительной системе, в том числе в армии, занимаемся уже больше 10 лет. И буквально вот так получилось, накануне войны, где-то за полгода, наверное, по-моему, в сентябре прошлого года, мы опубликовали исследования и материалы о том, что командиры роты специального назначения «ГУЛАГУ» не просто били солдат, срочников и контрактников, они их связывали и насиловали. И эти материалы шокировали огромное количество людей внутри России. И после этого к нам начали поступать просьбы из многих регионов, чтобы мы занялись не только проблемой мест лишения свободы и пыток там, но в том числе и воинскими частями. И вот за последние недели мы очень активно опрашивали бывших военнослужащих, тех, кто проходили службу по контракту, срочную службу. И практически все они так или иначе рассказывали о применении насилия, об угрозах изнасилованием, о пытках, о том, что вновь прибывших беспричинно избивают. И дальше потом они встраивают в эту систему постоянного применения насилия. И все это происходит, по сути дела, под контролем и командиров. И только в некоторых частях, где более-менее ответственные и порядочные командиры, там это каким-то образом пресекается или минимизируется. А в целом вот эта система унижений, она начинается там. И дальше, когда эти сотрудники армейских частей попадают в МВД и в Федеральную службу исполнения наказания, там они в полной мере уже реализуются на беззащитных заключенных, которые в их власти. Поэтому то, что сейчас вот о чем говорил журналист, это действительно так. И в условиях войны это проявляется еще сильнее. И, конечно, мы еще услышим сотни и сотни свидетельств тех солдат, которые возвращаются, те, конечно, те немногие, кто вернутся живыми с этой войны, они будут свидетельствовать об этом. И помимо избиения, действительно угрожают и применением оружия, и простых солдат, которых привозят на передовую и бросают. Там очень много срочников, с которыми их вынудили через два месяца после начала срочной службы подписывать какой-то контракт, чтобы легитимизировать их нахождение в Украине. Но с точки зрения, конечно же, не мирового права международного, а с точки зрения, по крайней мере, действия, функционирования российской армии. И да, есть угроза и убийств, и расстрелов, мы это слышим. И помимо этого работают заградотряды, там есть, в тылу у них стоят и сотрудники спецназ ФСБ, и также есть так называемые кадыровцы, это вот гвардия Рамзана Кадырова, которая туда приехала, которая за последние несколько лет научила бояться большую часть российских молодых людей, если они что-то делают не так, то, что там не понравится вот этой вот мафии, главарем этой мафии, президент отеля и так далее, их могут там найти, избить, посадить на бутылку, заставить садиться на бутылку, извиняться под камерой и так далее. И поэтому вот те вот молодые парни, которые оказываются, они понимают, что попытайся они вернуться назад и выйти из-под контроля своего командира, их могут и там на месте застрелить, могут избить, и если они будут продвигаться в сторону тыла, там тоже будет все не здорово, если они попадут в руки либо к ФСБ или к кадыровцам, их будет ждать какое-то физическое наказание, а потом уже юридическое. Поэтому да, это чудовищно, то, что сейчас происходит, и я думаю, что это потом будут разбирать мировые ученые, психологи, вот этот вот казус, в который они попадают, когда они прекрасно понимают, что война это плохо, что у этой войны нет никакого морального права, это очень подлая вероломная война, и в ней не может быть никакой победы, ни моральной, никакой. Но тем не менее, вот этот физический страх пыток, избиений и убийства, он заставляет многих выполнять вот эти бездумные устные приказы, что очень важно в прямом эфире подчеркнуть, я просто уверен, что многие будут потом смотреть или сейчас смотрят, ведь большая часть вот этих преступных приказов, начиная от Путина и ниже по вертикали, через министра обороны Шойгу и солдат, которые находятся на передовой, большая часть приказов они выдают, их озвучивают устно. Письменно потом будет очень тяжело в ГААГе, в трибунале доказывать каждое из этих событий, потому что те, кто наверху, такие как Шойгу и Путин, они наймут огромное количество дорогих адвокатов и будут защищаться и говорить, а мы вот таких приказов даже не отдавали, почему они так действуют. Здесь в данном случае еще очень важно вести разъяснительную работу, и тем российским солдатам и командирам, кто на месте понимает, что не нужно выполнять эти приказы, нужно как минимум ссылаться на то, что нет никаких письменных приказов, которые можно будет потом там обжаловать. Тяжелая ситуация, да, и мне, извините, тяжело морально все это комментировать, эти ужасы. Субтитры создавал DimaTorzok